И вот самолет наконец-то вылетел, спасая всех нас. Правда, мы возвращаемся в серьезное расположение духа. Нам просто очень понравилась игра, мы тоже угадывали. Барон максимально серьезный сейчас также вместе с нами смотрит самолетик. И у нас горизонтальный самолет, северная часть располагается достаточно далеко от самолета, что заставляет некоторых проблем ребятам, привыкшим лутаться именно там. И, собственно, хорошая ситуация для тех, кого нельзя называть. Также, в принципе, хорошая ситуация для кримсонов. Все по всем своим местам, они спокойно могут разлететься, получить плюс ко времени лута. Ну, там для кого-то больше, те, кто на восточной стороне, для кого-то меньше, кто на западной и так далее. Есть ли какие-то значительные проблемы, друзья? Вы знаешь, есть одна большая-большая проблема для всех команд. Батуллин, сейчас большая проблема у нас в студии аналитики. Я не буду показывать пальцем. Продолжи, пожалуйста. Проблема. Так вот, Na'Vi упали впервые на свой спот. Нет, это уже не впервые. Они уже лутали там в предыдущей игре. В прошлой игре они там лутались? По-моему, в третьей игре они пролутали, собственно, Чумасеру. И в прошлой игре, если не ошибаюсь. Ты комментировал в четыре игры? Как минимум один раз я видел Na'Vi уже на своем споте. В общем, неважно. Дело в том, что они упали на свой спот. Это значит, что они сейчас выиграют. Вот в чем фишка. Когда они падают на свой спот, они всегда побеждают. Поэтому сейчас мы увидим победу. Внимание круг. Хорошо, но внимание круг. Там никого нет. Как ты комментируешь? А зачем? Хорошо, спасибо, капитан. Там никого нет. Я вижу, что... Саш, а ты же капитан команды М-19? Ну, в целом, уже нет. Но когда-то был. Ну, в целом, я помогаю команде. Причины ясны, опыт получен. Да. Нет, знаешь, что я хочу отметить? Ноут гейминг, видишь, они едут лутать Азахар. Они сейчас залутают его и займут самые топовые позиции на карте. Да-да, они. Уверена, ламбер милы также передвигаются уже в круг. Видимо, решили куда-то сместиться. Либо же они будут также продолжать лутать Хосиенду. Но здесь есть очень широкий простор для фантазии. Куда можно сместиться в случае проблем с лутом прямо-таки в круг. Круг сейчас... Сейчас все команды должны понимать, так же, как и мы, даже без этой карты, на которой видно всех, что в круге сейчас вряд ли есть там больше трех команд. Учитывая самолет, и уже ребята из Кримсонов, из рожденных побеждать, уже понимают то, что у них времени, как оказывается, не так уж и много. Вот и вычет тех секунд, которые они заработали с помощью самолета. Что-то Килл уже начинают там перестреливаться с оптиками, насколько понимаю. Уже не первый раз они, по-моему, в самом начале встречаются и что-то пытаются плевать там друг друга семечками. Очень удобно для команды Фейс Клан складывается круг, потому что они могут проехать с него сквозь зону, где никого нету. И то же самое для Гоуз Гейминг. Они сейчас въедут все вместе в самый центр, и Ламбер Милл тоже самое. Они сейчас все въезжают, занимают самые топовые места на карте, а потом с них будет очень удобно съезжать в какую-то там часть карты, если она куда-то уйдет от них. Именно поэтому им вот конкретно такая зона очень удобная. А вот Кримсонам и Нави опять приходится самым последним въезжать в зону, и там уж как пойдет. Максим? Я думаю, что Кримсонам также останутся лутать Призен до синей зоны, может даже полутают еще какое-то время за синей зоной, может быть по пути заедут в Чемотеру и еще подлутают, а заедут уже во второй или в третий круг, как они это делали сегодня весь мир МР. Как вам ситуация такая вот, что Фейзы по факту располагаются сейчас по пути следования Нави, или же они... Я думаю, Нави не поедут по дороге. То есть по городам здесь нет смысла? Нет, Фейзы едут с левой части карты, они въезжают вот в районе Water Treatment, либо выше даже, либо чуть ниже, но они всегда объезжают с левой части, вот в такой зоне. А Нави проезжает справа, снизу. Как это делали? Возможно, они сейчас поменяют свое это, но тут, понимаешь, вот там, где находятся Асенда и Генералис, там есть много команд, им неудобно оттуда въезжать, слишком опасно, поэтому они вот снизу проезжают. Но, возможно, они что-то поменяют. Может, поедут прямо за Фейзами вот так вот слева, увидели, что в прошлой игре они так проехали, и уже вот по такому пути. Все ясно, все ясно, разобрали все достаточно подробно, ну а всю игру для вас сопроводят и расскажут обо всем, что происходит на каждом сантиметре карты наши комментаторы. Передаю слово вам, ребята. Пожалуйста. Что же, спасибо, Яр, спасибо, Макс и Саша. Разложили все по полочкам. Да, действительно, не самый комфортный круг, и, собственно, будем мы сейчас с Евгением следить. Женя. Так. Ты давненько не сидел со мной в этой роли. Здорово. Приятно вернуться? Еее. Бой. Бахнули кулачками. Сейчас будем разваливать. На самом деле разваливать будем не только мы. Я смотрю на команду Kinguin, они очень быстро пытаются что-то занять. Ламбер Милл слышит эти перемещения, но, судя по всему, воевать не готовы. Интересный от Cloud9 здесь автомобильный. Ну, небольшая такая инсталляция. В принципе, красиво смотрится даже. Очень хорошо. Но в белый круг, в первый круг, пока еще малкие команды забегают, малкие команды заходят. Ну, естественно, надо полутаться. У Кримсонов там вообще беда, как у нас подметили команда аналитиков. Вроде как. И им будет очень сложно забраться в круг, учитывая, что они лутают призом. Потихонечку все забирают друг друга. Муди забрал. Солид фпс. Не-не-не. Раскидывают модули. Забирают иксовочку. Икс 4. Солид фпс. Поехали. Порулили. Клоудахсы все делятся друг с другом разными аттачментами, разными приблудами. И отмечали, например, мы сидели на перерыве, когда перекусывали. Максизор отмечал то, что вот фейзы действуют совсем иначе. Фейзы могут... Один человек может пройти мимо четырех скопов, ни одного не поднять, кроме того, что взят для себя. При этом вся его команда может быть без прицелов. Они не поднимают не для себя. Столько сами на себя работают. Да, и вроде бы с одной стороны кажется, что странно, с другой стороны, слушай, фейзы очень стабильно показывают результат. Может быть в этом и кроется их загадка? Они не тратят время на эту коммуникацию на луте, на этот подбор ненужных предметов. Каждый набрал свое и полетело? Так не, в этом в принципе нет никаких проблем. То есть взял, поднял, потом отдал, переспросил. Пошел у нас файт, такой первый серьезный. Убивают у нас Мираку. На проезде, да, поймали парней с Кингвин. Больно, очень больно попадают. Еще Ларсен нокает чеш-шутера. Но дистанция огромная. Чеш-шутера, по идее, еще можно попытаться поднять, пока Ларсен и Вард здесь в движении. Ага, с другой стороны, с другой стороны Гакси уже. Ну, такой локальный бутербродик получился при участии лишь только двух команд. То есть Гакси с другой стороны. Ларсен и Вард напрягают с противоположной. Джесса надо в ЛГУ бить, все будет замечательно. Но они уже его просто рашат конкретно. Кайсукова пытается помочь своему товарищу Джесса, но не получается. И тут они приняли решение отступить, убежать, поскольку не получится уже подраться совершенно никак. Да, так и есть. В данном случае отступление, это скорее единственный выход. Ларсен расстроился потери раннего игрока. И, конечно, жестко мстит. Чеш-шутер сейчас дотечет. И нам уже показывают, как Ронины встречаются в Элизахаре. Нормально взрывает так Кракена. Хорошо взрывал. Кстати, что думаешь по поводу того, чтобы сделать так, чтобы от взрыва все-таки люди нокались? Ну, здесь очень важно понимать. О, посмотри, Афузфейст, Пуш и Дрейниса вместе с Джемпти. Что тут происходит? И игрок Натус Винсера здесь один. И еще и Хаксэк подближает. Ой, Миксэк. Не надо свято в этот сэндвич. Сразу же Джемпти заходит из ЭКМа, хоть что там вырубает и добирает Дрейниса без вариантов. Я думаю, нам сейчас покажут, где остальные. Мне не показали, но ладно, ничего страшного. Нашивает у нас Флай Куэст по тачкам проезжающим. Флай заняли отличную позицию. Не собираются вообще отпускать для флайов. Здесь, в принципе, все более-менее... Пружочек закрывается. А вот, кстати, можно увидеть на карте, что Фуизы под Монте-Нуёва убили Дрейниса. Остальные Нави, видимо, где-то были ниже. И сейчас в районе Чумасейры проезжают внутрь круга. При этом локальные конфликты начинают назревать еще и в центре круга. Клоуда, рядом Ламбернил, Энвис, Флай Кьюз, НЛГ. В общем, концентрация игроков растет. 16 команд. В Ильхазаре нереальные перестрелки уже между... Пока что только двумя командами, но будет и больше, учитывая скопление. Бегают наши товарищи Хайсуко и Кадем. Насколько они наши, Евгений? Все наши. Все люди-братья. Знаешь, я вот такое придерживаюсь политики. Но болеем за нами. Ну да, вот так вот. Как-то вроде бы и не двойной стандарт, и двойной одновременно. Ну вот так вот. Понял. Варду, кстати, отсюда действительно стоит уехать. Ну, он уедет, уедет. На мотоцикле двухколесном. Спокойно уезжает, преодолевает все кочечки. Окопались у нас Клауда, Фролайсер и Эллюзиев в Кемпе. Кемп, кстати, неплохой. Я так понимаю, этот Кемп, он находится левее от Хазара. Хорошо, у них есть тачка, отличные дома. В принципе, почти open field вокруг Кемпа. Вот только эта гора, которую нам в конце уже показали слева, она неприятная. Если ее кто-то займет, этот Кемп можно серьезно напрягать. Ну, рядом холм, ну, слева от Кемпа. Вот как нам камера показала. Там есть всегда такой холм. Будет сложно воевать. Единственное, что... Ну, в этой игре потихонечку избавляется от таких мест, где можно было бы беспроблемно сидеть. Типа идеальных спотов. Избавляется потихонечку. И это правильно. Конечно, баланс должен быть. Роги и оптики вблизи. Airdrop находится. Пока молодой с Шейдом и Ибахом едут. В круг едут, кстати, не на самом комфортном автомобиле. Пришлось им трястись в буханочке. Но... Да не, хорошо, хорошо едут. Но единственное, что по таймингам, конечно, не успели закрыть круга. Явно у них не получится взять хороший спот. Там также Кримсоны очень сильно опаздывают в круг. Невероятно. А вот нам показывают хорошо карту. Там Pibus плюс один и NBS плюс один. Посмотри на SDK. Там тоже не все круто. Shoot to kill, да-да-да, тоже опаздывают. Иван переоделся. Роги забрали airdrop. Это, как я понимаю, с AUG, который был airdrop. Очень вкусный. Я люблю AUG. Я первые, наверное, пару месяцев... Лучшая штурмовка. Первые пару месяцев, наверное, недооценивал его, а потом распробовал. Я немного удивился все-таки с сегодняшней статистикой, которую показывали. Я был полностью уверен в том, что AUG дамажит так же, как миник. Ну, типа, допушка с airdrop, она должна быть хотя бы чуть-чуть дамажнее. Типа, стандартных штурмовок на пятерках. Но, тем не менее, есть свои бонусы. И все-таки... Очень легко зажимать. Вот прям реально очень легко зажимать, даже с X4. Поломаем заборчики, чтобы ничего не мешало стрелять по проезжающим машинам. Но пульки-то заканчиваются, да. Да, но, тем не менее, еще по дженсену можно пострелять фрилайсеру, но он слышит стрельбу со стороны еще и гастов. Там где-то из уроненных дак обрабатывает. Ой, балок остался без транспорта. Накормили балок, а свинцом есть ног, и клоуда заберут себе фраг. Слушай, какая хорошая стрельба на лонг-рэнж. То есть они вдвоем на фокус-файр так быстро убили. Молодцы. Клоуда, молодцы. Да, клоуда очень качественно отыгрывают, несмотря на то, что в целом, может быть, не самую... Дистанция 300 метров была, примерно. Очень хорошая стрельба. А вот и уцайдер подставился. Убивают его мгновенно. Нет, Кейден молодец. Кейден мы не зря так отмечали в аналитике. ДМ-16 тоже, наверное. Вообще, по балансам пушек все так хорошо складывается, но пока что... Будет интересно посмотреть, что придумают с фулл-ребалансом. Замечает еще у нас Баса. Баса, да. И Тёртл. Ой, а Ронины-то попались на опенфилде. Техас в ноке, в ноке колдомента. И сейчас Ронины могут потерять еще одного игрока. Там два нокнутых лежат. И уже выезжает, выезжает Микой. На тот самый холм. В принципе, получится ли проигнорить клоудов, которые сидят в Кимпе рядом? Нет, пока не получается. Да нет, Микой здесь... Так, так, отвечает. Как же... А почему Микой так резво решил ехать? Ведь не все были в ноке. Да и транспорт не лучше. Дак, ловит в голову. Профи его убивает. Ну, вообще, этот мув от Микоя сейчас был очень странный. Неоднозначный. Проехал бы по дороге. Проехал бы по дороге, все было бы хорошо. Но, опять же таки, это мы видим, где там все еще тусят, что-то делают. А по факту ребята, возможно, не располагали определенной инфой, поэтому решили поступить так. Но потеряли одного игрока, но получили поинты за убийство, за ноке, за прочее, за прочее. Молодцы. Бац у нас лежит. В принципе, не дергается никуда. Ну, я думаю, что он вряд ли хочет так лежать до конца игры, но опций у него действительно никаких. Дженсен его прикрывает так, чтобы Ламбер Милл его просто-напросто не запушили, но одеться ему куда-то сложно. При этом, я смотрю, Ламберы решили не взрывать тачку. Быть может, у них там с патронами не все гладко. Нет какого-то там оптимистичного боезапаса. Ну, смотри, там у всех там у троих лесопильщиков у нас М4, у одного Скорель, еще Карпом показали. Так, шо по кругу. Потихонечку закрывается. Кримсоны вообще такой циркуль дали лютый. Посмотри, они справа под Торебронкой. Шут-ту-килл заезжает потихонечку. Какие-то легкие перестрелочки идут между тимками, но ожесточенной борьбы пока не видно. Так, пикаются потихонечку, помаленечку. Раздражают лишь только друг друга. Ну, армор еще хочется, конечно, поломать, повыбивать заранее. Не всегда есть опция переодеться. Флай-Кью нашивает по-новому, как мы видим с вами. Кстати, нового за кругом, а это уже четвертый. То есть проблемы будут. Ну и Кримсоны там двигаются тоже из-за зоны. Нави, кстати, заняли более-менее комфортный спот. И, скорее всего, там отсидятся. Вот новая, не знаю, что-то мне кажется новым умерла. Они вроде бы еще бегут, но они вроде бы уже и не живы вовсе. Хотя, подожди, Флай-Кью уезжают. Быть может, мой пессимистичный прогноз и не сбудется. Зона уходит от Нави. Зона уходит в сторону Эля Захара. Для клоудов одна из лучших позиций. А что по остальным скажешь, Женя? Ну, Навиам придется, скорее всего, через Найтов проехать. Даже несмотря на то, что Найты тоже сами уезжают. Непонятно, какой роут выберут. Нави, не знаю, посмотрим. Кримсоны все-то за кругом пока что. Тусят очень бояться вообще зайти в круг. Хотя бы синий круг. Физы довольно хорошо обосновались. Показывают у всех фулл-хп. Хорошие пушки. Все замечательно, все хорошо. Там возле заправки катается у нас Штукилл. Потихонечку перепарковывают машины, что-то не нравится. А, видимо, хотят... Мотоциклы внутрь еще загнали в дом, чтобы не потерять случайно колеса. Тоже это хорошее, грамотное, взвешенное решение. Видит иллюзив, как смещается у нас в Лакео. Но не стреляет. Не стреляет. Ну, правильно, как бы. Ну, хорошо, ладно, постреляем немножко. Да он не то, чтобы стесняется, но ищет вариантика. Вуки-буки, кстати, сфотографировал Джазу. Джазу еще можно поднять. Хотя есть шот. Пытается... Вот она, вот она, взаимовыручка. Ивен к своим телом пытается защищать Джазу. Прикровашки хорошие. Да. Это взрослое решение. Очень мило. Мы видели частенько, как тиммейты продают в таких случаях своего. Боятся получать урон. Не хотят это делать. Ну, а вуки-буки в очередной раз доказывает. Ему, конечно, голову не подставляли. Красивый. Сейчас попытается дать ответочку Скара. Иванг у нас. Настреливают Роги по лесопильщикам. Нормально. Там Клауда дерутся. Оптики едут в белый. Кримсоны уже приехали. Мне вот высадка от Нави не нравится. Посмотри. Сейчас они просто могут выехать под Рогом. Порогом, порогом, да, начали стрелять. А Кримсоны принимают оптиков? Да. Слушай, а оптиков-то не все-то гладко. Если двое ребят на ХГ еще в качественной позиции, то Хитрор уже так себе с Севентином. Ну, разъехались. Оптики очень сильно разъехались друг от друга. Немного непонятно, как они будут помогать друг другу в случае критической ситуации. Но пока вроде нормально. Не психуют лишний раз. Каисуко и Кейден остались здесь вдвоем. Пока в кругу, в кемпе все хорошо, но на Энке у них неприятный такой бугорок, опять же таки. Играть можно. Кримсоны тоже ждут обновления круга. Все на кругу круга ждут обновления этого самого круга. Сейчас Баховаку теряют оптики. Фрулайсер нокает и сразу же добирает. По-моему, у оптиков осталось в живых только двое игроков. Нет, трое. Один нокнутый. А, один еще в ноке. Окей. Ну, тогда можно попытаться спасти. Причем я бы рекомендовал им это делать, если такая опция есть. Нет такой опции. Севентин, да, добирает эксклюзив. Джемпти. Подъезжает под Кримсонов. Нет, но Кримсоны должны здесь Джемпти оставлять. Минус. Слишком близко. А там еще и хак-сет. Посмотри, они же просто едут под огонь. Да, дистанция здесь, конечно, значительная. Но там уже и зона начинает жрать, и пара каких-то шотов. И приходится остановиться, чтобы полечиться за кругом. Очень будет неприятно сейчас, когда круг закроется. Кримсоны не должны здесь прощать фейс-клан. Этот отъезд в кемп за кругом должен стать роковым, мне кажется, для них. Посмотрим. Кейденомбивает Ули. Сейчас надо понять, насколько сильно будет дамажить круг. Ну, существенно. Это, по-моему, уже что, четвертый, если не пятый. Начинается обстрелка. В воздухе парням даже перепадает. Очень качественно стреляет Кримсон. Четыре ствола. Что они творят? И фейс-клан теряет фейса. Зона. Зона съела. Но то самое чувство, знаешь, когда в тебя попали, у тебя был миллиметр хп. Хак-сеттонокает круг. Да как же так? Миксе остается один. Ну, хотя бы от круга поинты не отдали. Слабое утешение. Фейс-ам нельзя проигрывать. Ну, посмотри. 15 команд. Закрыть топ-15 команды фейс-клан. Это просто трагедия для фейсов. Ни в коем случае им нельзя здесь умирать. И посмотрим, что делает Миксе. Он просто поехал в другую сторону. За циркуль. За круг. Думаю, что у него там 3-4 аптеки есть. Иначе непонятно, почему он так действует. Сложно будет все равно Миксе заехать. У них есть инфа лишь о Кримсонах. Посмотрим, как сыграет Миксе. Все-таки халдить фейсы халдить. Пока я не видел. Не, я не видел. Умеют? Возможно. Но тут ему не дадут похалдить. Посмотри. Он сейчас просто приедет. Ой-ой-ой. Дяденька, живи, пожалуйста. Не получилось, к сожалению, у него похилиться. Да. Бряк. Топ-14. Кстати, кого-то успели пережить. Да. Непривычно мне видеть вот таких фейс-клан. И это, конечно, печально. Ну, закрыли. Ничего не поделать. Закрыли за кругом. Кримсоны очень хорошо, аккуратно, убер-аккуратно, даже так сказал, пробазировались в круг, сместились, встали на горочку и хорошо закрыли фейсов. Да, но сейчас Кримсонам нужно самим двигаться в новую зону. Кстати, нато с Винсера тоже в нее заходят. Пайбас. Проблемы могут быть, если профи зажмет. Нет, профи не зажимает, а оптики теряют еще и хайпаса. Это, в общем-то, остается один игрок у команды оптигейминг. Ну, вот оптики умеют халдить, это точно. Профи в минусе. Тёртл тоже не проходит, убирают его флакью. Так, заборчик. Все, что есть у команды NAVIA. Зато в кругу. И вроде и хорошо, а вроде бы и позиция просто не самая качественная. Нато с Винсера наблюдают. Как я понимаю, а кто это? Подожди, это не Кримсоны? Нет, Кримсоны правее вроде были. Это могут быть... Пока не видно. Госты. А, кингвины. Это кингвины. Их просто хоронят NAVIA. Отлично. Хорошая стрельба, наши стрелять умеют. Очень здраво, очень бодро. И, конечно, было бы приятнее, если бы был и четвертый стрелок в компании наших парней. Ну, качественно, качественно закрывали. Зинаторы нормально запушили домик, вообще без шансов. Вместе все подтянулись. Вообще никто не рисковал, там, знаешь, вот, не было какой-то ЙОЛ от одного, двух игроков. Так, а здесь проблемы у Энвис. НЛГ, ага, бац, добивает Каисуку, но он вполне себе может дать Кейдену инфу. И если Кейден даст смог хаешку или просто попытается попростреливать, это вполне себе может быть рабочей тактикой. Нет, он не стал стрелять. Но зайти в круг надо, anyway. Круг уже в спине, Кейден. Очень долго. Но почему он так долго решался расчехлить эту хаешку? Ну, нервы, нервы, бро. Чисто нервы, понимаешь? Да и то не докидывает, к сожалению. Накидывает пару Блацу и, я думаю, что... Янг убивает Кейдена. Игру команды Рош убивает Кейдена. Проходит Кримсон и дальше в круг. Посмотри, у Новой здесь замес Ламбер Мил. Игроки Новой, Ламбер Мил, разменялись по разику. Найтам на голову падает airdrop. Сейчас там что-то вкусненькое может им приехать. И FlyQ Кримсона в круг не намерены пускать. Роги месяца с NLG. И что-то как-то, бац, стесняется. Да, конечно, он один. Скорее всего, понял, что над ним фулл-склад. Ой, под хаешечку заходишь, бро. Все, хорошо. Отлично сидит за LG-шечкой. Бустируемся помаленечку, потихонечку. Дым немного прикрывает, но Эванг уже создает комфортный угол для того, чтобы вытеснить Батса. Еще чуть-чуть. Еще пару градусов угол нужно создать. Будет все замечательно. На стрел в дым от Фаффинза. Батс молодец. Он еще один дым дал как раз-таки под левый сайт, под левую сторону, с которой заходили. Кинген в это время отъезжает. Гакси погиб от Ричи. Как они его хотят убить? Такой прессинг лютый. У меня бы инфаркт миокарда случился, если бы я на месте Батса был. Это жесть, это очень страшно. Да, и Эванг его убил. Опять этот самый смертоносный АУК. Кстати, Роги должны сейчас последнего игрока оптик закрыть. Фаффинза, если Хитрору не увидит, это будет очень странно. Клоу да, увидели. Ну да, Иллюзив начинает на стрелку. Фуффин, кстати, должен слышать примерно, откуда стреляет Иллюзив и оптиков встречать. АВМ, Восьмерка, Милитари Вест. Ну какой же сочный аирдроп? Вопрос в том, что он уже никому не нужен. Ну, залутать сложное будет, да. Надо отвести все внимание от всех игроков. Так, подожди, кто это поехал в лобби? Это фролайсер. А зачем? Ну на таком круге, в мотоцикл, ну похоже на ошибку, честно говоря. А вот Кримсоны запушивают флай-кью, пока флай-кью отвлеклись. Кримсонам гранатку на ход пытаются дать игрок флай-кью. Гранатка взрывается, да. Чамбай больше половины хп лишается. НБС залег, пытается дождаться, пока враг запушит, ошибется. Выходит лосс. Какая агрессия. Да ладно, сразу же два в ноги. НБС пытается разменяться с интерагейтом. Это интерагейт один против Джамбави. Кто кого, Джамбави в минусе. Отлично. Очень хороший моментальный бодрый файт от обеих сторон. Ультра-агрессия от флай-кью. Сам решил похилиться пока что. А это верно, кстати. Кто-нибудь шальной даст в смог и три трупа будет. Да. Начинает потихонечку резать своих ребят. Им некуда спешить, только зона. Зона медленно, наверное, душит. Да, зона медленно. Шесть команд на карте, кстати. Нова и Ламбер Милл сейчас будут драться на выходе из города. Выйдет из этого города только одна команда. Позиции у Ламбер Милл в основном закрыты. Нова идут с улицы. Кейн пытается какой-то угол найти, но... Билд, кстати, у Кейн-то хороший такой. Ну, 2 М4. Взрослый. Он очень комфортный. Определившегося человека. Не, очень легко контролить М4, поэтому на нее берут акцент и как мейн, и как ближний бой. Позиция у Nerf Me Please крутая. Не факт, что ожидает его здесь на втором этаже. Он может удивить, очень грубо удивить команду Ламбер Милл. 59 секунд до круга, и кто первый в круге будет, вот в чем вопрос. Нави, кстати, все еще на холме. Нави там в комфорте, правда, двигаться им тоже придется. Локнар и Лондон берут угол. Ну, тут Нова должны закрывать Ламберов вообще запросто. Ну, во-первых, 4 в 3, во-вторых, и позиции уже качественные, уже лучшие. Ламберы сейчас подросеившиеся смог, пойдут выходить в двери, но это настолько безидейно. Какие-нибудь минусы от Ричи. Какая же позиционка у Новой. Пошел распех. Ага. Лок в минусе. Подождите, а что там случилось с нерфом Пли? Ой, нерфом Плис. Ну, минус Ламбер. Да, нерф, нерф молодец. Сверх вот этот вот дроп мне понравился. Очень такой недефолтный был в окно. А Флакью заезжает на голову Найтсом. Ну и в лобби одновременно. Моментально тоже разобрали. А, Женя, зачем? Ну, Флакью, ну... Ну, в смысле, зачем заправка это? Ну, просто зачем? Она даже не в кругу. Она на самом краю круга, и там 99% есть люди. Откуда такая уверенность? Мне кажется, на вершине холма Личи то как-то было похоже на правду. Ну, видимо, от своего видения. Видимо. Но в ноке Джаза. Роги теряет одного игрока. И Иван. Ой-ой-ой, какая хорошая шриба. Нет без шансов от Воксика. Воксик Фуффенс дает ему в голову. Это минус каска. Ему нужно лечиться. Не обратил внимания на голову, но, видимо, третья отлетела. Е. Все правильно. Была третья каска. Хорошее попадание Скара в голову. Уба, смотри, шейты, молодой ушли в широкую цепь. Они пытаются не пустить Рог себе на гору. Это правильное желание взрослых, определившихся в своей жизни людей. Контроль круга замечательный у наших ребят. Единственное, что нужно разобраться с Рогами, с остатками Рогов и дальше идти направо. Контроль и правая часть круга, судя по мини-карте. Так оно и есть. Но что тут? Шейт, малыш. Отличная стрельба. Шейт урабатывает мгновенно. Только я не понял, кто это был. Кто-то из Рог однозначный. И остается в живых лишь один. Шикарные фасттапы. Моментально убил. Шейт еще и хаешка. Кстати, она может быть очень качественной. Граната залетает, взрывается. Но нет, не так близко был игрок Рог. Но Шейт закроет. Шейт однозначно закроет. Сместились втроем сюда Нави. Они подзажались. Они, конечно, контролят меньшую часть круга. Но они явно делают это качественнее. С левой стороны никто не пройдет. Как я понимаю, игрок Рог решил просто полечиться за кругом. Да, видимо. Но это плохая идея. Сейчас круг начнет жрать. Как только коснется белая часть синей, там начнут происходить страшные вещи. Он еще и видит Шейт голову. Ой, не получилось. Топик выдать. И, как я понимаю, плейзона забирает дрейдену. Оставшийся игрок Рогов умирает от зоны. Дрейден тоже, кстати, умирает от зоны. Только это игрок найцев уже. Уба пытается парня зажимать. Нерф мне, плиз. Сейчас драка будет 3 в 3. Несмотря на то, что у новой все-таки 4 игрока, но 4-й игрок он у Таура. Ой, у Таура. Фу ты, какого Таура? У дропа. Уба пошел брать угол. Молодой. Хороший контроль. Почему молодого нет скопа? Меня это смущает. Вроде бы киллы были. Уба. Нерф мне, плиз. Падает от Убы. Уба хорошая стрельба. Уба тут же доедает. Отлично. Заходит и срезает его. Очень плохо. Лондон умирает. Молодого шейд остается здесь один. Шейд очень битый. Пытается спрятаться. Ново начинает душить. Шейду приходится лечь. Но это нормально. Ричи и Лондон. Добивают наших нокнутых. Два в одного. Здесь находится игрок. Ваня уже не доползет никак. Шейд. Но Крама. Крама и Воксик в спине у шейда. И возможно сейчас Крама выйдет на шейда. Ребята, мы френды. Не убивайте. Не надо. Все хорошо. Я кустик. Я боюсь, что Крама в это не поверит. Позиция у шейда ультра открытая. Да. Просто чуть-чуть надо на этом посмотреть в сторону шейда. И они его сразу увидят. Моментально. Крама готовит. Разогревает ХЕшку. За дерево проверяет, есть ли там кто-то. Ах. Шейд погибает. Топ-3 для наших. В принципе, неплохо. Да. Согласен абсолютно. Ну и 2 в 2. Найтс и Нова. Кто выйдет сильнее из этого противостояния? Ричи и Лондон расходятся. А Воксик и Крама держатся ближе друг к другу. Возможно подразменчик. Ну и Ричи значительно лучше спот. С деревом. Все вообще красиво. Можно даже попекаться через КУЕ. Но Лондон обходит. Лондон пытается дать угол. При этом. Да. Замечают Краму Лондон. Перестрелка в пользу пока Крама и Воксика. Лондон пытается отступить. Уходит в ЛГ. А Ричи должен сейчас справа открыться. Выйти им в ухо. Ричи нужно повернуть. Нет. Ричи уходит слишком низко. В итоге теряет Лондона. Ричи сзади. Ричи сзади уже. Но поймут. Поймут ли это? Ричи. Слишком аккуратно. Слишком. Да. Мне кажется, нужно было выйти чуть агрессивнее. Есть инфа. Была инфа. Но Ричи действует суперосторожно. Но оно и понятно. Я просто так играю. Воксик на развороте падает от рук Ричи. И все-таки Крама справляется. Да. Что-то очень, очень. Не очень хорошая стрельба. Новая. Не очень. Надо было. Чуть-чуть подзажать надо было. Нормально. И среагировать быстрее. Да. Даже, наверное, больше вопросов не к стрельбе. Он... Но Найты молодцы. Красава. Долго думал. Долго. Найты без окорезни. Очень агрессивные. Главное, это правильная агрессия. То есть они спокойно проходили и захватывали круг. В то время, как сами Новые довольно-таки долго реагировали на то, что происходит вообще в последнем круге. Знаешь, такое ощущение, что какая-то именно нерешительность, что ли. Хотя вы остаетесь два в два. Что тут думать-то? Ну, все, убивай их. Ну, видимо, страшно. Просто страшно, что типа один остался. Там тоже умеют стрелять. В этом проблема. Ну, уметь-то стрелять — это одно, а психологическое давление противника — совсем другое. Но ты же не против фейсклана остаешься. Новый, Найтс. Это равные команды. Это не тир-0. Это тир-1 команды. Но, тем не менее, не вижу повода их бояться. Да никого не надо бояться. Ты просто идешь и стреляешь. И все. Че париться-то? Ну, типа, какая политика? Ты выиграл — получил деньги. Не выиграл — ничего не потерял. Ну, типа, можно было пострелять. А, то есть там в конце не бьют. Ну, зад контракта зависит. Тем не менее, игра-то играна хорошо. Na'Vi наконец-таки вырываются в топ-3, в котором мы их очень давно ждали. Жень, ты доволен игрой Na'Vi? Вот этой конкретной картой. Мне кажется, когда они закрывали рогов, они отдали слишком много ресурсов на то, чтобы закрыть последнюю дуо рогов. Типа, нужно было оставить одного шейда, чтобы он стоял и смотрел за рогами. То есть он бы один с этим справился, уверенно, очень хорошо. А Иван и пока молодой закрывали бы остальную часть круга и не давали бы Na'Vi даже подняться наверх. То есть они спокойно бы стояли наверху и стреляли в людей. Но опыт получен. В любом случае, подробнее разберут и своим мнением поделятся с вами наша студия аналитики и им слово. Спасибо, Борис. Действительно, вот это комментаторский дуэт. Я даже на секундочку забыл, что я тоже здесь работаю. И немножечко ощущение было экшена, как вот при том, когда ты сидишь на диване и смотришь просто на игру, и действительно ей увлечен. Спасибо вам за это, ребята, Евгений Борис. Итак, воу, 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 экшен, между прочим, начинается. И я даю официальное разрешение на то, чтобы имя Na'Vi сейчас вот после этой карты упоминалось. Сколько хотите. В общем, можно, да, мы много их упоминаем, но сейчас это топ-3. Сейчас это топ-3. Нужно обсудить вообще, что здесь произошло, потому что произошло что-то невероятно похожее, как и в ситуации Kingwins против Face Clan. Давайте начнем с самого начала. Как вы помните, я говорил о том, что вы думаете насчет фейзов и Na'Vi вот этого пути, и в итоге там происходит что? Ошибается, Дрейнис едет через город фейзов и подставляется. Когда вся команда поехала через право, Дрейнис почему-то поехал с левой стороны и подставился. Вот это, Максим, прости за то, что перебиваю, вот это почему-то, давай подробнее, что могло на это повлиять? Не знаю, у меня нет предложений. Может, у него была, нам не было видно, но может, у него была какая-нибудь плохая машина, и он хотел взять получше, допустим, та же обуханка у него была. Он хотел найти, может быть, мотоцикл, и поэтому поехал по дороге с той стороны. По-другому у меня предположений нет. Почему он поехал слева? Ну, наверное, не та команда, которая разделяется и как-то сплитуется по карте. Они играют четвером, но сейчас они сыграли 3 плюс 1 и потеряли Дрейнис. Может, Дрейни как-то сам забылся, решил, ребят, я вот сейчас проеду, все будет окей, и вдруг его вот так вот нокают. То есть, Саш, ты думаешь, что... Может, торопился слишком? Ты думаешь, что вот после тех игр, что у нас сегодня отыграли наши парни из СНГ, ты думаешь, что вот Дрейнис мог себе позволить вот так вот? Ха, сейчас, ребят, я проеду. Ну, я не знаю, просто что-то могло как-то вот... Хорошо, Саш, прости, пожалуйста, сейчас мы послушаем интервью, которое нам пустят на экранчик, и сразу после этого продолжим аналитику. Ну, вопрос был о том, что как, как бы говорится, и говорит, ну, несмотря на проблемы, мы понимали, окей, мы продолжаем. Сейчас по-моему разговору, могу ошибаться, шел насчет стрельбы, вот, о которой мы... о которой мы отметили, стрельба с заправки, Найтс, когда он просто четверочки, и М16, если не ошибаюсь, просто уничтожал, выбил с мотоцикла, возможно, где-то на хайлайтах мы это еще и увидим, когда они будут готовы. Насчет стрельбы, которую показал вот как раз-таки Виззи, если не ошибаюсь, про которого капитан команды сейчас сказал, мой бой, мой мальчик. Что вы скажете насчет стрельбы? Отличная стрельба с Найтс, только Виззи — это игрок Альянс, если я ошибаюсь. Я бы не сказал, что вот Найтс. Виззи, да, это игрок Альянс, который очень сильно топит за своих друзей из команды Найтс. Вот. А, видимо, он там присутствует. Перепутал. Ну, аналитики в английский, да, 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 исправимся. А так в целом... Да. Показывает хороший момент, как закрывал своим телом, не давал добить своего тиммейта Рок от Ламбер Мил. Это очень хороший мув был. Не каждая команда это делает. Подставляет свое тело, чтобы не добили Нокнутого. Не каждый тиммейт. Да. Ну, собственно... Вот тут Кримзоны очень жестко приняли фейзов. Вау. Топ-14 для фейз. Да, только по вине команды Кримзон. Но они именно закрыли их супер жестко, вообще не дали шансов. По поводу Кримзонов. Не кажется ли вам, ребят, что команда проявляет себя исключительно... Пока что вот как-то... Ну, это, может быть, так примелькалось, так же, как мы говорили про оптиков, что они постоянно ползают. Но если посмотреть на их статистику по убийствам, то оказывается, что ни черта они не ползают. Также убивают и держатся близко к топовым по убийствам командам. Вот насчет Кримзонов. Они то тут палочкой в колесо войдут, то тут палочкой, то тут бутылочкой... Кримсоны не боятся драться. Очень. Они много заходят в файты. И даже сейчас вот показывают файт, который они проиграли. Но было два нока. Три в три файт. И один, получается, в два. Флай-Кью здесь спас просто свою команду на какое-то время. Они все поднялись и... Не, все понятно. Но там Кримсоны в зону заходят, флай-квест на уверенности идут их закрывать. А что по стрельбе? Что произошло? Знаешь, что мне кажется, что вот Кримсоны в начале этого дня, когда сыграли очень неплохо первую карту, они были в топовой позиции в таблице. И после этого они стали играть очень с его. То есть они лутают этот призм свой в самом низу карты, заезжают аж во второй или в третий круг. И из-за этого вот у них мышление такое, ребята, нам нужно очень осторожно сыграть, нам нужно очень хорошо въехать, лишь бы нас здесь не поймали, здесь не поймали. И пока они вот об этом думают, они всего уезжают, но доходит до того, что любая команда их начинает перестреливать. Они кого-то теряют, они долго-долго ехали, потом встретили Na'Vi, убили этих Na'Vi, но забыли о том, что их сейчас просто запушат Cloud9. И вот так вот в каждой игре. Они очень сильно думают, очень много думают о том, чтобы въехать в зону и забывают о том, что вообще-то нужно здесь еще стреляться с командами. Мне кажется, что на последний карты нужно что-то поменять. Ну, собственно, вот и последняя, так сказать, ситуевина, ситуация, в которой практически зеркально, ново, точнее, как получилось, давайте вы подробнее скажете, что происходило, Na'Vi были в зоне, что там, что произошло? Na'Vi контролировала эту часть горы уже довольно давно. Круга два назад они зашли на эту гору и были там одни. Но из-за того, что площадь горы большая, им нужно было закрыть и лево, и право, не дать подняться к себе, они приняли решение закрывать рог с левой стороны, в итоге дали Na'Vi подтянуться чуть-чуть и занять фланг. И как раз они дрались три в три с новой, потому что один человек из новой был у дороги снизу, и там убых дал первый ног, и потом они с молодым подставились, и остался один шейд. Ну, нужно им было меньше внимания уделять рогам, то есть оставить одного шейда и все. И самое главное — закрывать правую часть. И просто, как ни удивительно, Найтс, которые были просто на заправке, и им нужно было перебегать через дорогу, которые в случае, ну, более, наверное, грамотных действий, они просто спокойно поднялись в спину шейду, и там уже не было шансов. Тем не менее. У нас готова табличка, мы готовы посмотреть на результаты, а после, получается, тринадцатой...